Здравствуйте, дорогие соотечественники! Последнее время все внимание населения приковано к коалиционному строительству. Ну, вообще, так говоря, мы знаем, что коалиционное строительство обычно всегда заканчивается подкупом неподкупных депутатов, туристическими миграциями в парламенте, так что за это можем быть спокойны. И вот беспокойство вызывает не коалиционное строительство, а государственное строительство, потому что государство – это дом, в котором мы живем. И если людям неуютно жить в собственном доме, они уже голосуют не руками, они голосуют ногами и покидают собственный дом. Очень красивая песня Носа Винди Каса Парентяйской. Может, и Носа Винди, но она покидается, и порой навсегда. В чем причина этого? Как так получается, что люди, самое большое богатство страны, богаче любых ископаемых. И вот это богатство, этот человеческий капитал покидает собственный дом. Вот это, об этом надо бы подумать политикам. Потому что как-то в программах многих партий видно, типа, против чего они, там, какие-то там фантасмагорические конструкции, но не видно, за что они собираются бороться. В далеком Китае я на одном из приемов встретился с Угачавесом. Тем самым Угачавесом, который сделал так, чтобы основные богатства страны, нефть и прочее, попали в руки народа. В разговоре с ним так получилось, что, когда я ему представился, я ему сказал так, я говорю, я его просто так по имени назвал, он такой мужик без всяких этих, говорю, Уга, вот я говорю, самый восточный латинин у нас, а ты латинос самый западный. Это ему очень понравилось. И мы с ним разговаривались. Я его спросил, признайся, вот ты приехал в Китай, с какой целью? Он говорит, на честно поставленный вопрос честно отвечу. Я приехал учиться у китайцев, как надо бороться за суверенитет своей страны. И второе, что он мне сказал, как обеспечить людей рабочими местами. Заканчивая эту преамблу, я хочу сказать следующее, что вот недавно праздновался день рождения великого Адама Смита, о котором даже Пушкин в Онегине говорил, что Адама Смита, мол, отчего и как государство богатеет, когда простой продукт имеет. Дело в том, что теория Адама Смита, теория о том, что, значит, не надо кому-то что-то давать, надо давать удочки, что-то в последнее время сильно захворало. Удочки не дают, удочки отбирают. И вот, чтобы разобраться с этим, мы пригласили к нам в гости нашего уже доброго знакомого Василия Тудоса, члена общественной палаты при президенте нашей республики. Василий приветствует. Вот, извини за эту, как бы, длинноватую преамбулу, но я считаю и полагаю, что важно не кто там с кем, ежик там с пыжиком, а важно, какие идеи, и есть ли вообще эти идеи, значит, у наших политиков и у наших элит вообще. – Виктор Иванович, все мы ждали выборы, ждали, посмотрим, что будет, как оно будет. На выборах уже видно, что оно есть и как оно есть. Опять то же самое, давай делиться, давай с кем объединяться, давай о том. Ну, я ни от одной партии, ни от одной партии не слышал какую-то программу, программу для того, чтобы… – Ты знаешь, что у социалистов кое-что прозвучало. – Нет, подождите. Программу, чтобы я взял простой гражданин, открыл, прочитал, и чтобы я смог проголосовать за ту или иную партию. – А, понял. – Нет, у социалистов там было где-то 28 пунктов или что-то то, что они хотят. Но это тоже не программа. Программа на 4 года развития страны – это должно включить очень много вещей таких, чтобы наше население понимало, куда идти, за кого голосовать. Но что имеем, то имеем. Набрали там 35, 30, 28 и это вот. И получится, как во Франции толерант. С самыми меньшими депутатами был 20 лет премьер-министром. – Василий, вот ты согласен или нет с этим тезисом, что обычно все наше молдавское, отечественное, так называемое коллекционное строительство заканчивается перебежкой депутатов. Понятно, за какие кавлики. – Дело в том, что, Виктор Иванович, это не то, что так, оно так и будет. – Это аксиома. – Потому что так и будет. Потому что как бы в нашем народе есть такие гены для выживания. Потому что мы были под разными турками, под татарами, под русскими, под кем угодно. И у нас уже этот процесс выживания уже… – Кристаллизовался. – Да, кристаллизовался он на таком уровне, что… Э, ну, некое. Э, не знаю что. Но все равно голосуют, как голосуют на те же и те же лица, одни и те же люди. Сколько уже, 25-30 лет прошло, и все равно. – И все время мы ждем. – Да. – Эй, кува. – Да, может дадут удочку. И что-то поймаю. – Кстати, вот насчет удочки, да? Вот эти вот… Сколько нам морочили голову? Вот, капитализм. Всем дадут удочки, чтобы они не попрошайничали, а сами ловили рыбу. Намек, чтобы зарабатывали. Скажи, пожалуйста, есть ли у нас в Молдовии хоть намек на свободный рынок? – Вряд ли, Виктор Иванович. Вряд ли. Вряд ли. Мы все зависим. И от одной стороны, и от другой стороны. Неважно. И третья сторона, и все, Китай. – Вот можно в лес, вот представь такую идиллическую картину. Приезжает наш гастарбатер или из России, или из Италии, и хочет открыть свой бизнес. Мой опыт, и то, что я конкретно знаю, что-то как-то я сомневаюсь в этом. А как ты считаешь? – Значит, если бизнес поделить на некоторые ступеньки, так первые две-три ступеньки бизнеса – это не бизнес. Это такое, что-то начало, он приходит, там у него 100 тысяч в кармане, и он там что-то открывает, что-то он там мучается, его не трогает. А вот если взять колоссальное, у нас же тоже есть какие-то месторождения, чтобы их обработать, взять землю, концессию. Вот тут – иди сюда, попался. Понимаете? – То есть пока ты путаешься под ногами… – Да, попался. – Подожди, у меня одну секунду, сейчас продолжишь мысль, потому что это очень интересно. Значит, получается, что сидит бабуля, бедняга, с этой мизерной пенсией, продает что-то там. И подходит мент, грозно говорит, здесь антисанитария под видом, премария борется, и эту старушку, чтобы пришла продать какую-то книжку старую или какую-то еще чего-то, ее выгоняют под предлогом, вот город, мы боремся. С одной стороны дороги раздолбанные, а с другой бабули, вот она… Вот я в Китае, когда был, я понял так, что китайцы говорят так, не можешь дать человеку что-то, дай ему возможность заработать. – Совершенно верно. – У нас такое есть. Как бы сказать, сейчас рынок, вообще наш рынок в Республике Молдова местный, у нас очень мало импортеров, например, сколько человек там импортируют нефтепродукты? Пять, три, четыре человека. – То есть схвачено. – Схвачено. Потом цитрусовые, один, два. – Рыба. – Рыба, то же самое. И вот, все вот это вот в одних руках. Хочешь, пошли на нашу, то есть работай на нас, бери, продавай, это вот. И потом еще налоговые, там то другое, вся эта вот замутка, все крутится, и человек в конце концов, да зачем мне это все надо? Взял чемодан и уехал. Понимаете, а остается бабушка, о которой вы говорите, которая не может себя позволить из этой пенсии, которая дает двух тысяч лей, там, или там… – Да ей выжить почти невозможно. – Да и ни на что. И ей приходится уже что-то там дома выращивать, выходит с этим ведерком, а тут полицейские, которые заставить их работать со стороны дороги. – Здоровая память. – Это так смотрит. И иногда я хожу на базар, вижу все это, все это, я говорю, мы оставим ее в покое, и увидим, что у нее ничего нету. – И ей нет, кого-то… – Больше билет стоит приехать в Кишинев, чем продаст она там из этого бедра, что она там имеет. – То есть, вот эта теория, которой нам все прополоскали уши о том, что вот капитализм, это каждому в руки вот удочка, то есть, грубо говоря, свой бизнес какой-то, и пусть зарабатывает. – Нет, но эта удочка найдется Европы, подождите немножко. – Вот они любят такие. – Она найдется Европы, тут как бы чуть-чуть дают, но что такое там 50 миллионов, 100 миллионов? – Это же ничего. – То есть, дают подачку. – То есть, дают подачку. – Нет, если там Греции дают триллион или миллиарды, а тут в Республике Молдова даже крючка нет, на что нацепить червя, не то, что еще что-то, что-то выудить из этого мутного хаоса. – Бодоема и дай хаоса. – Да. – А теперь сразу возникает такой вопрос. Вот в свое время меня Март Качук, когда я вернулся, вот говорю, из Китая, для меня Китай – это была такая лаборатория, такая академия всего, потому что я облазил там почти все провинции, все. Меня интересовал, вот как у Гачаписа, один вопрос. Как эти люди, значит, борются за то, чтобы появились рабочие места? Как они борются за то, чтобы страна стала суверенной? Нельзя быть суверенным, если ты нищий. Если у тебя нет своих рабочих мест, ты не можешь защитить своих людей. И вот поэтому Китай двигается, страна с древним менталитетом, культурой и так далее. Вот я обратил внимание, на мой взгляд, такую очень важную вещь. Китайские коммунисты, Китайская Коммунистическая Партия, посмотрела, как развалился в свое время Советский Союз. У них было где-то 25 институтов, я общался с этими людьми, которые изучали именно, почему развалился Советский Союз. И когда они поняли, почему, и они поняли, что их ждет коммунистов, значит, Китая, то же самое, они взялись за реформы. Но они взялись за реформы, вот смотри, что я имею в виду. Мы обычно говорим, «Молдаване, куматристы, наношисты, чуть ли не отсталые какие-то...» А китайцы еще сильнее куматристы. Ну, совершенно верно. Так я говорю, они вот этот кумашизм, нанотризм и прочее, направили не раздерибание в войне, не разворовывание государства, а направили на созидание. Вот мне кажется, что вот почему-то, когда наши молдаване, я имею в виду не только этнических молдаван, всех национальностей, когда попадают за границу, они там все как-то объединяются на созидание. А вот когда у себя дома, ну, кто в лес, кто под рва, это менталитет такой у нас, или руководство у нас такое, или нам мозги полосозгают не той идеологией. В чем дело? Виктор Иванович, вы знаете, в нашем народе заложена очень сильная вещь, которая называется то, что вы только что сказали. Они когда едут за границу, допустим, в Италию, они уважают страну, они уважают законы. И они делают и ставят свои кирпические в развитии этой страны. У нас совсем другое. Они вот эти вот чувства, эти рефлексы, они как-то куда-то уходят. А здесь вообще эти с этими, эти с этими. На закон наплевали. У нас разделено по квартирам, по национальностям разделено все. Понимаешь? И этого чувства как бы нет. Подожди. Нет чувства единства. Единства. Нету. Оно вроде бы как есть, потому что уходит за границу, сразу эти чувства работают. Здесь они не работают. Не работают потому, потому что нет доверия. Нет доверия ни тем, ни тем, ни тем. Опа, ты сказал ключевое слово. Мы еще вернемся. Доверие. Кредит. Доверие. Кредит. А насчет, как вы сказали, насчет Венесуэлы, с Юга Чавеса, там совсем другие, это вот, как, то есть, Маргарет Тэщер, когда была, это вот, она раздолбила Горбачева и развалила страну. Ну, не только она, там было кому постараться. Если так постараться, чтобы было понятно для народа. Да, ее вклад большой. Это был самый главный вход. Ну, Америка тоже была там, везде было. Тут, Юга Чавеса, начало давить американцев. То есть, эти фьючерные, все магнаты, все эти, магнаты вот эти вот. Начали давать. И они, как бы, вроде бы, как бы, все на месте дома, это все мое, но как бы уже это не твое, потому что уже давно было продано. И находилось в чужих руках. И находилось все в чужих руках. И тут Юга Чавеса, перед фактом, эй, это не твои, знаете, вот, ископаемые, это уже наши. Наш народ, это наши. Это наши. И вот поэтому он пошел в Китай учиться. И вот эти ярлыки, что коммунисты, что не знаю что там, и это вот, китайцы, коммунисты. Все это глупость. А это ярлыки, это двухсотлетние давности, которые уже не работают. А нету сейчас, я бы не сказал, что есть коммунист. Я бы не сказал так. Я тоже скажу, вот эти старые, или либерал, посмотри на наших либералов. Если я не либерал, то я марсианин. Но я хочу сказать, что социалисты, они всегда были. Ну да, у социалистов, это всегда было. Это, как бы сказать, исторические, стабильные такие вот. От древних греков потом можно. Да, в это еще можно поверить. А то там партия, Шор, там партия, не знаю что, там либералы, те приходят и уходят, и даже забывается о них, что вот, где коммунисты сегодня? Ушли в историю. Так? Да, после этих выборов как-то исчезли с политической карты, несколько партий ушли в никуда. И подходит, это вот, страна попадает под влияние чужого капитала, и тут уже не знаешь, что это наш дом, это наш квартал. Он нам принадлежит, слово мы в нем имеем или нет. Нет, это тоже никто не знает. Тоже не знают. И дело в том, что есть страны, где дети детей уже должны государству. Долги, да. Да. Тут им еще никто не знает, потому что, кто занимался этим у нас, чтобы узнать, сколько было за эти вот 30 лет, это когда мы вроде бы как свободны. Кто бы она одалживала, куда там все распадировалось. Да, и куда это ушло. Вы упоминали за Марта Крачка. Помните, когда вы приехали из Китая, нам хотели зайти в Воронину там по поводу Лафаржа. Потому что был Лафарж продан, и один баррель нефти стоит где-то 50 с чем-то долларов, а одна тонна цемента 1200, то есть 120 евро. У нас зачем копать, когда у нас есть цемент? Понимаете? Можно было экономику. Почему это все должно уходить за границу? Ну, я тебе скажу другое. Меня больше всего опечалило, вот когда я был послом, я говорю, я занимался тем же, что вот Юга Чавес, то есть меня интересовало, как китайцы из нищей, богом забытой страны, с коммунистами во главе, которых там на них смотрели, красных дьяволов и все такое, вот уже в мое время, когда я был послом там в Китае, я посмотрел, вот невероятный рост, уже при мне человек-космос, а мы с тобой знаем, что такое великая держава, у кого человек посылается в космос, а мы знаем Россия, США, Китай, больше не знаем, я имею ввиду на своих носителях, на своих системах и так далее, вот три великие державы, что мне говорили об одной стране или другой, это медицинский факт. Да мы никого не принижаем. Да, мы не принижаем никого. Зачем? Но я что хочу, вот в это, я понимаю так, что китайцы, вот знаменитая фраза, Дэн Саупина, не важно, какого цвета кошка, главное, чтобы она ловила мышей. то есть неважно у тебя красный цвет или там зеленый или сильный партийный и так далее, надо делать дело. И вот опираясь на этот что такое китайский менталитет? Они, как и мы, мы уже говорили, куматристы, наношисты, семейственники, дальше, до дичи и сад ешь, до дионди ешь, то есть почвенники, землячество они как мы. Мне даже Цзян Зимин, бывший президент Китая, сказал, когда ему вручал верительные грамоты, он говорит, я был в Молдове, и вы знаете, вы чем-то молдаване похожи на нас, китайцев. Говорит, что вы там потеряли в этой Европе? Шутка шуткой, но он подметил важную вещь, что-то у нас есть общего. Так почему Дэн Саупин сумел вот это наше местничество, семейственность, вот эти наши, вот эти вот, направить этот менталитет и землячество вот этого китайского крестьянина, крестьянского горожанина, простого человека, а у нас все чушо оправдываются. Ай, вот у нас, потому что мы такие, такие. Тут формула очень простая. Это для чего делается? Очень простая формула. Чтобы нас за дебилов выставить? Нет, дело в том, что формула очень простая. Китайцы хотели поднять свою страну. На самом деле. На самом деле. Они сплотились и начали решать задачи. Начали покупать технологии, одно, другое, и они пошли вверх, и вот и до. У нас народ, он не сплоченный, он раздельный, потому что наши руководители не имеют в голове, что нужно поднять страну. Понимаете? Экономически, культура, если было бы в области образования, медицина, если все это было бы на высоких уровнях. И развивалось. Да, и еще. Я очень много виню журналистов. Вообще виню журналистику. Это четвертая сила, которая должна обучать народ разным фокусом, который занимается политикой. Она на услышание олигархии. Вот. Где же сила? Поэтому оно у нас имеем, что имеем. Но дело в том, что сейчас немножко, видите, силы какие после выборов, они как-то уже по-другому. И сейчас уже прятать так, прятали несколько, это вот десяток лет тому назад они уже так прятать не смогут. Сейчас они должны делиться с народом. Хочешь, не хочешь, делаю 2000 и это вот 2 километра дороги или 20 километров или 120 километров. Хоть что-то. Это ничего. Но хоть что-то. Да, но что-то делать. Чтобы замазать девочки. но это ничего. Или сделать другое что-нибудь там такое, чтобы это вот. О, поднимает пенсию на 5, то есть 5,3 процента. Почему 3 десятки, а не 2 десятки? Почему? А когда я посчитал, бабка, которая получает 1900 лей, ей повышает пенсию на 90 лей. Понимаешь? Самое главное, что это и вся пресса шурует. Никто не показывает, что это такое и это неподъемно. Или даю 600 лей на праздники, на депаш, там какие-то там, не знаю, ну, хорошо, там бабушка, которая 600 лей для нее, она купит там курицу, купит то, и у нее будет Пасха, и у нее будет все, что нужно. Это тоже какая-то помощь. Но это не радикально. Это чуть-чуть, понимаете, как бы сказать, это подхалимаш какой-то. Это не системное. Или это идет как пропагандистский прием. Да, не знаю, что это такое, но это никуда не годится. Мы не уважаем себя. Понимаете? Мы не уважаем себя. И тем более нужно уважать себя. Крепкий народ это крепкое государство. Народ, который не уважает своих стариков, тех, кто все это построил и сделал, вряд ли достоин уважения. Ну, и, как вам сказать, еще все эти вот видно, что ни одна партия не взяла столько, чтобы она могла быть правящей. Это говорит о том, что у них дефицит, у народа дефицит доверия. Кто-то пошел на выборы, кто-то не пошел на выборы, кто-то вот. И в конечном результате получилось, что получилось. теперь и сейчас они сидят и думают. Предложения идут от всех, и я не вижу ни одного, кроме вот этих Акум или Настас, и это вот, которые уходят в оппозицию. Хорошо, пускай идут в оппозицию, но это будет хорошая оппозиция. Они не дадут этим. А эти втроем, я не знаю, можно и договориться, можно и не договориться. Понимаешь? А идти на повторные выборы, это для нас слишком будет шикарно, потому что средства, они же не валяются. Подожди, стоп, тут Вася другой росла, тут получается так, две оппозиционные социалисты Акум и ребята, которые группируются вокруг демов. Ну, совершенно верно. Дело в том, что у них нет времени, и потом мы сейчас очень осторожно депутаты уже будут прыгать с одной лодки на другую лодку. Понимаешь? Все зависит от суммы. Нет. Ты знаешь, что смелость города берет. Нет, ну, как тебе сказать, не думай, что сейчас прыгали из лодки в лодку. Не думай. Не придется существовать, существовать вдвоем или втроем и без блока. Вася, слушай, ты что, не помнишь, как в свое время 14 депутатов от коммуниста, как-то целая ряда перешла. От ГИМПу тоже 9 сразу. Опа! Не, ну, это было тогда. Еще другой менталитет, Виктор Иванович, немножко уже по-другому события. Не, ты знаешь, что, значит, если тогда это делалось, как это, пестинопте и сходу, и как это мой отец любил, говорит, кугорташ и кубука. Виктор Иванович, я в один день, даже когда проснулся, и мне звонит Финн Гацкан, и говорит, Мэй, у Плохотнюка 71 депутат, или 73 депутата уже. Говорит, за ночь можно сделать, это вот, примкнуть либо к России, либо к Румынии. За ночь. За просто. Да. Понимаешь? Но этого не случилось. Потому что, то, что проголосовали, и что примкнуть или туда, или сюда, это не так важно. Для этого нужен референдум. Референдум нужен, если примкнуть к России или к Румынии. Понимаешь? Вас, смотри, конечно, без юмора, без шуток тут не обойтись, потому что, если, как говорят, не хочется идти с ума, единственное спасение, это шутка. Да. Вот борьба еще будет за премьер-министра, посмотрите. Будет за все вас, а не за вас. А я бы предложил, чтобы от Шора был премьер-министр, остальные еще пахали. Да, чтобы не было, потому что те имеют 35, эти 30. И для того, чтобы все были себе спокойны, хотим, давайте, ребята, 4 года попасть на родину. Короче, так, сделаем из Молдовы Аргеев большой. Нет, не Аргеев. А при чем тут? Это политическая партия. Я был в Аргееве, народ за него там говорит. Нет, дело в том, что им не хватит, и тем голосов не хватит, и этим голосов. И соединяться не хотят. Но это выход из положения. Интересная теория. Да, это выход из положения. Вот премьер-министр, чужое дело, Шорши сидит, пахайте, есть оппозиция, есть. А как ты смотришь, если нам пригласить вот кого-нибудь, ну, скажем, из тех премьеров, что себя показали, ну, вот, например, я слышал, вот, президент Уругвая ушел, как бы, на пенсию, там вся страна о нем жалеет. Вот мы, может, нам варяга, я понял твою шутку насчет Шора, но я хочу сказать, а может, на самом деле, нам варяга какого-нибудь пригласить, так сказать, который доказал, что он что-то умеет, но я думаю, что он пропадет у нас. И вон у нас едят с патротами. Дело не в том, что он пропадет. Вы же там в Прибалтике пытались откуда-то... Нет, этот вариант проходит только в том случае, когда социалисты хотят работать на страну, когда демократическая партия хочет работать на страну и не мешает премьер-министру и поддерживает эти две системы. Вот тогда все работает. А когда нет поддержки, ничего не работает. Даже... Все понятно. Но дело в другом еще. У социалистов могут быть проблемы, потому что он хочет премьер-министра от себя, потому что он имеет полное право, чтобы был премьер-министр, потому что у него больше всего депутатов... во всем мире, знаешь, что принято? В мире, только не у нас. Обычно партия, которая набирает больше всего голосов, ей поручается фармирование кабинета министров. Совершенно верно. Это только у нас тут... Нет, ну здесь нет. Тут идут закулисные торги. Чтобы эти вот эти торги идут для того... внимания. Мы применяли другой термин. Идет коалиционное строительство. Это термин... Валера Демидецкий был. Демидецкий, да. Он с юмором. Я говорю, вот чтобы у нас государство так строили, как коалиции. Дело в том, что самое главное, чтобы у них желание было и чтобы появилось доверие друг другу. Так. Слово доверие. Теперь переходим к следующей части нашего Мерлезонского балета. Вот смотри, любой финансист, любой человек, который связан с бизнесом, знает, что слово кредит является ключевым. Нет кредитом, не имеешь, что искать ни в бизнесе, ни в экономике, ни в финансах, вообще нигде. Кредитодоверие вы имеете в виду. Так вот, слово кредит, кредере по латыни, а у нас много латинских слов языков. У нас же тоже синума кредит, мы кредит, да? Это латинские корни. Не зря Чавесу сказал, мы самые восточные, латино, а вы самые западные. Так вот, кредере или ин кредере, вот глагол креде, это значит вера. Вот смотри, креде, крединца, вера, если взять по-русски, да? А доверие ин кредере, то есть нельзя ничто, внимание, мы живем для будущего. Вот любой наш ход, любая мысль, вот я сейчас потянулся за стаканом, у меня в голове сначала образ будущего, типа, я должен взять стакан. Любое движухо, любое движение, это будущее. Так вот, человек не может шагу ступить, не будучи уверенным, что этот шаг безопасен, что этот шаг полезен и так далее. Это не так, что мы сидим думаем, это автоматически, инстинктивно. Это заложено в нас инстинктивно. Почему вот возьмем в менталите немца, вот очень сильно развито это держать слово. как ты думаешь, как это связано, вот ментал, умение держать слово, обещал, сделай и так далее, с вот этим кредитом, кредитом доверия, вот как говорят масло-масляное. Виктор Иванович, как ты видишь это? Это менталитет, а ты в этих вещах разбираешься. Послушай мне чуть-чуть. Значит, все наши большие люди, которые у нас есть, они все выступают, и какой-то кредит доверия они имеют, но как бы я, как простой это вот смотрю по каналам и говорю, я спуни фрумоз, да я ну кредит на счет, требует не крезут. Дэч, у него как бы сказать, с одной стороны он хочет показать свою фасорную чаю, а с другой стороны он морочит и подрит мозги, потому что народ уже нас только посмотрел на него и уже все, а истерно умерли, и гатс дедынсу, гатсу терминал. Дело в том, респонсабилитате нари, дичей, чеворбеште, то есть нет ответственности, ответственности нету. Второе слово после доверия ответственности. Да, ответственности нету, а когда нет, дело за свои действия, не только за слова, слова это шеф, но за действия, потому что в политике к сожалению слово это тоже действие, понаобещал людям, люди пошли проголосовали, поддержали, а потом ты их обманул, обман это тоже действие, но действие словом, и это тоже страшно. Но дело в том, что это тоже действует на народ, то есть на избирателей, потому очень сильно действует, и там у него где-то на полке легло, и когда вспоминает, так как вы говорите, что это уже обработано, наперед, и это вот, и оно выходит, как уже действие, вот, иду или не иду. То есть будущее рождается вот тут. Да, совершенно верно. и тогда смотри, что получается. Получается, вот мы говорим слово инвестиция, да? Что такое инвестировать? Чтобы инвестировать, надо поверить, верно? Да. Что ты дашь кому-то? Нет, что ты дашь. Инвестируешь кого-то, если ты в нем не уверен. Не будет инвестировать. Что тебя не кинет или не начудит что-нибудь, правильно? Да. Значит, получается, что когда нам рассказывали сказки, Яков, Осочиерик, Европа, Турамыр, и все такое красивое, и придут кредиты, и сейчас технологии, и все тут запоет, зацветет, и что тут? Ничего не видно. Как ты считаешь? Нет, над эту тему мы разговаривали. Вася, Вася. Вот эти деньги, которые нам дают, это не деньги. Крохи. Понимаешь, это они с нас просто смеются с нас. Это не деньги. Вот ты здорово сказал, они не смеются. Да, они смеются с нас. Особенно международный валютный звонок. Слышь, дали удочки, ловите рыбу там, где ее нету. не так. Они удочки у тебя забрали, отдали подачки. Да. А потом сказали, мы тебе в долг запишем, а долг ты будешь обслуживать. И мы дадим удочку потом. Да. Нет, обещание, что дадут. надежду, в надежду, что дадут удочку. То есть, скажем так, на удочку надежды поймали дураков. Да. Ну что, значит, получается, что вот сейчас в преддверии всех вот этих вот коалиционных всяких поисков и изысков, все получается вроде такого. Социалисты в оппозиции, комовцы в оппозиции, где мы будут, так сказать, заниматься самим вот этим коалиционным строительством, имея в виду, что у нас необязательно, вот смотри, что такое взять, купить депутат. Не так пришел, прямо вот заплатил и взял, как овцу повел. Нет, в некоторых вами, создаются ситуации, в которые попадают депутаты, нерешивые ситуации, о денег не идет речь. Идет речь, как выйти из этой ситуации. А когда там прокуратура, когда там не знаю что. А потом морковка вдруг появляется. Да, потом, знаешь, порвалась пленка и ура за десуаре. То есть вернуть это. И человек говорит, я готов. И он готов. Понимаешь? Он готов. Это так. То есть это... Нет, ну, знаете, что мне интересно сейчас? Я знаю так, что тупики существуют только в головах людей. В головах наших политиков тупиков нет. Если надо, они все сделают и решат свои вопросы. Сейчас это будет как бы переходный такой период в... вот сейчас будет видно. Потому что народ как бы он не сплотился, он как-то разделился на четыре... Да. Слышишь, раньше народ делился на две части. Сейчас я смотрю, уже расстроен на четыре части. да. Ну, дело в том, что одну часть мы не считаем как силу, а просто за хорошие подвиги, за хорошие дела, за хорошие дороги, за хорошие магазины, за хороший стадион. Там что-то понаделалось в Аргеве, вышла эта семерочка. Да. То есть семерка козырная, да? Да, семерка. Но я хочу вам сказать, что вот эти три силы, как бы центр право и лево, это уже как бы постоянство будет. Ну, я не знаю, насколько надваясь. Но дело в том, что сейчас, если они не смогут договориться, потому что сейчас не то, что договариваться, потому что я считаю, что они сейчас не будут торговаться за это. Вот, потому что сейчас как бы взять уже нечего брать. Все укратино до нас. Те вроде все уже по тюрьмам распределились, по комнатам, а так сейчас еще нечего взять, сейчас надо пахать на народ. И вот сейчас, если они не придут к этим мыслям и решениям, я не знаю, какое в этом доверие дадут на следующий раз. Потому что сейчас уже четко видно, какие силы есть. Подожди, еще местные выборы скоро глядут. Ну, там не так сильно. А если импорцит, куаманунту. Да. кугурт, а там куаманунту. Ну, самый большой бюджет и это расстыливается очень большой. А там расстыливается мелкий. Да. Но сейчас как бы по ихнему менталитету я смотрел хорошо списки и смотрел на людей и прочих, которых я знаю, там немножко уже будет по-другому. Не будет того, чего было в прошлый раз. Не будет. Ну, как твой прогноз? Мой прогноз не знаю. По-моему, самым больше пострадает президент. Потому что он отвергнет любые вот эти вот. Начнется старое эти вот натягивание одеяла на себя. Давление на президента. Давление через курт и самые неподкопные конституционные сутки. И тут понимаешь, это мне неприятно. я дал голос не за махинации и за вот эти вот. Я дал голос для того, чтобы я получил взамен что-то. Либо детские сады, либо школу, либо, не знаю, там медицину, либо то. Либо я дал голос для того, чтобы работало и чтобы могли люди не уезжать из страны. Чтобы были рабочие места и прочее. и прочее. Не знаю, вот за это я голосовал. Но смотри, вот с другой стороны я смотрю позицию Акум. Вот красиво. Мы с этими красными не разговариваем, с демами мы не разговариваем, и вот мы... Ребята, зачем вы во власть пришли? Они были у меня на этаже все. Я их все когда был... А, ты все знают, как облублены? Облублены знаю. Акумовцы? Да, Акумовцы. Они были на четвертом этаже. У меня офис там. И они другой офис занимали. И я их знаю все. Да, колону не шону, Колумен. Опа. Да, ну не шону. Ну, моя дело Кумызыч, длафилат коровенит фатаста. Что-то такое она не очень с ними там. А это вот вообще мы уже знаем откуда будут перебежчики и куда надо. Оттуда могут быть. Точно? Точно. Оттуда могут быть. Опа. Потому что они не пропустят. Запомним это пророчество и на одной из следующих передач мы посмотрим насколько оно реализуется. Нет, ну я думаю... Неожиданный вывод. На этом на этом... Оттуда будут. То есть на этом экономическом выводе мы и закончим нашу передачу. Большое спасибо вас. Прошло время. Да, вроде как передача начинает подходить к концу. Дорогие соотечественники, я вам обещал, что мой одноклассник Василий Тудас это человек необычайного дарования. У него как навсегда и на все свой взгляд. он всегда и в классе этим отличался. Когда весь класс халуйничал, там пришел к нам один второклассник и терроризировал весь класс, и все наши перед ним ходили, как говорят на роде, на цылах. Один он пошел против, тот его избивал, а он все время вставал. Наконец этот жлоб испугался и убежал из класса. Его победил именно Вася. Я его всегда ценил за стойкость характера, за какой-то такой народ. Он не оторвался от народа, хотя он и врач, доктор, человек, который, как говорится, многого достиг в жизни. Вот это его народное видение, народная мудрость вселяет в меня надежду, что все-таки мы должны вопреки всему, во всем чертям и всем невзгодам, мы все-таки должны по тому пути, по которому пошли другие народы, для которых суверенитет не пустой звук, для которых доверие это не пустое слово, для которых справедливость и человечность это не пустые слова. Спасибо за внимание, будьте бдительны, следите за событиями и всегда помните, что если ширма начинает колыхаться, то там что-то происходит. Берегите себя, вечно любящий вас Виктор Иванович Борчевич. Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович Виктор Иванович Продолжение следует...